Вчера, 21 ноября 2020 года, на прошедшем гран-при по фигурному катанию, произошла очень неожиданная, и я бы даже сказал, сенсационная развязка. На таких турнирах очень давно уже не было такого, чтобы молодых и ловких обходила самая возрастная 23-летняя фигуристка в лице Елизаветы Туктамышевой. Именно по этому событию мне и захотелось сделать обзор данного гран-при. В этот раз придется начинать с четвертого места. Потому что с ученицей Евгения Плющенко Александрой Трусовой опять что-то случилось, и она не смогла попасть даже в первую тройку финалистов, а ведь ей пророчили как минимум второе место. При этом русская ракета планировала удивить всех не только своими сверхсложными прыжками, но и своим новым черным нарядом с сюрпризом. Александра прямо перед дорожкой шагов внезапно вытащила рукава платья, и после этого стали видны шипы, о которых никто даже не подозревал. А что касается технической составляющей выступления Александры, то ничего сверхъестественного не произошло. Во-первых, на первом четверном Сальхове фигуристка неудачно приземлилась, коснувшись льда обеими руками. Затем по плану у нее должен быть луц в 4 оборота, но и тут она очень некрасиво упала. Следующее падение приключилось и на четверном тулупе. После этих ошибок Трусова уже видимо была окончательно измотана, и даже при выполнении обычного тройного луца во второй половине программы не смогла удержаться на ногах. За всю программу у русской ракеты произошло 4 падения, такого фиаско у нее уже не было давно, и по общей сумме баллов она заняла лишь четвертую строчку. Уступив при этом третье место пьедестала, ученица Алексея Мишина Анастасии Гуляковой. Эта фигуристка, кстати, и тоже владеет некоторыми ультрасиэлементами, но в этот раз смогла обойтись и без этого. Для своего третьего места ей хватило просто исполнить обычный контент без грубых ошибок, и при этом обойти саму Александру Трусову. А вот второе место заняла действующая чемпионка Европы Алена Косторная. Она до сих пор еще пытается восстановить свои коронные тройные аксели, поэтому в своей произвольной программе ей пришлось обходиться без них. Хотя в целом откаталась она весьма неплохо, двойные прыжки были выполнены четко. Однако уже после завершения программы, судьи стали придираться к некоторым нарушениям, которое стало видно на замедленном повторе. И нашли сразу два недокрута на каскаде, а также у них возникли сомнения в докрученности тройного лутса в каскаде с двойным тулупом. И вот если бы не все эти ошибки, то Косторная вполне могла бы претендовать на первое место, ведь разница между победительницей была меньше трех баллов. Ну а теперь поговорим и про основную сенсацию этого турнира. Победу в женском одиночном катании нежданно и негаданно одержала Елизавета Туктамышева. Она почти без помарок выполнила всю свою произвольную программу и не оставила никаких шансов своей единственной конкурентке за первое место Алене Косторной. Своё выступление Елизавета начала с красивого каскада тройной аксель двойной тулуп. Следом она исполнила ещё один аксель в три с половиной оборота. Только вот при приземлении были видны небольшие помарки, но больше никаких ошибок она не допускала. В свои 23 года Туктамышева до сих пор не перестаёт удивлять своих почитателей и умудряется на равных соревноваться с более юными соперницами и доказывает, что в современном фигурном катании побеждать могут не только дети. При этом Елизавета уже практически освоила четверной прыжок тулуп, но включать его в свою произвольную программу она пока не рискует. В своём интервью после выступления фигуристка призналась, что уже давненько ничего не выигрывала, но знала, что сделала практически всё, что могла. В данный момент она просто в шоке от этого и хочет насладиться этим моментом. Сейчас хочется просто отдыхать, сказала Туктамышева.